Ну а перед началом данного видео, друзья, советую вам подписаться на группу ВКонтакте Space Engine. Здесь вы найдете интересные и красивые скриншоты и видео по этой увлекательной игре. Участники и администрация всегда помогут вам, если у вас есть какие-то вопросы по игре. Вступай в сообщество, все ссылки будут в описании под видео. Ну а мы начинаем, друзья. Всем привет, друзья, вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем наше путешествие по вселенной мира Space Engine. Друзья, в сегодняшней серии мы рассмотрим с вами планеты, а именно планеты-двойники Земли. Искать мы их будем в нашей галактике Млечный Путь. Я эту серию разобью, наверное, части на 2-3, думаю. Будем искать планеты, похожие на нашу Землю с многоклеточной жизнью. Будем искать, чтобы там была какая-нибудь растительность, вода, ну и все прочее. Короче говоря, друзья, я уже нашел первый объект для того, чтобы рассмотреть его. Сейчас я вам его покажу. Да, со стороны он очень похож на нашу Землю. Давайте немножко назад отдалимся. Рассмотрим со стороны. Так, планета ХИП-3915, теплая морская терра с жизнью. Обрати внимание, жизнь органическая, многоклеточная, морская, наземная. Диаметр у нас 14 тысяч километров. Так, состав гидросферы H2O. Что у нас вообще присутствует на планете? Азот, вода, кислород, ну да, и, по-моему, углекислый газ. Ну, наверное, немного, я так понимаю, он содержится в атмосфере, да? Так, по температуре 62 градуса, да, ну вот понятно, почему здесь CO2 и температура 62, прониковый эффект 84. Так, я так понимаю, действующие вулканы дают огромный выброс углекислому газу, наверное, в атмосферу. Хотя, хотя бы, если посмотреть на ночное небо, я не вижу больших действующих вулканов, как мы видели это на многих других планетах. Так, число лун. Число лун, кстати, классно, 15, аж 15 лун у этой планеты. Так, смотри, есть шторма. Да, отсюда, кстати, видно растительность. Обрати внимание на зеленку. Так, подожди-ка, у нас солнечные сутки, два дня. Классно. Так, ну давай попробуем опуститься, наверное, на поверхность. Чуть пониже рассмотреть, возможно, мы сейчас увидим какие-нибудь реки или еще что-то. Давайте немножко ускорим. Стоп. Не на саму поверхность, а вот так приблизительно. Да, вот, посмотри, классно. Облака, высокие горы, кстати говоря, ну, высокий вулкан, да, скорее всего. Ну, я скажу, эта местность, она не пустынная. Давайте куда-нибудь в русло реки поближе опустимся. Дождемся прорисовки. Так, а что у нас по давлению? По давлению я хотел посмотреть. Давление 15 атмосфер. О, здесь от давления довольно-таки повышенное. По-моему, это высохшее русло реки, но где-то я на этой планете, по-моему, уже находил реки. Нет, здесь есть вода, по-моему. Немножко, правда, не в изобилие. Или все-таки это... Нет, это все-таки высохшее русло реки, да, обрати внимание. Давай немножко ниже опустимся. Да, это высохшее русло реки. Обрати внимание, почва вся растрескавшаяся. Здесь довольно-таки, я скажу, да, жарковато. Все-таки 62 градуса. 57 градусов по Цельсию. Так, давай-ка немного выше и пролетим над поверхностью. Так, а что здесь видно? Какой у нас вид на небо? Классно. Стойка. Теплый Супер Нептун. Тут даже в дневное время видно другие планеты. Другие планеты с звездной... Родительской звезды. Да, вот, обрати внимание. Вот это, кстати, да, это все зелень, это все растительность, трава. Можно даже опуститься на самую, прямо вот так, на поверхность. Да, здесь трава. Классно. Так, а давай, знаешь что, найдем где-нибудь реку, где у нас есть вода или озеро какое-нибудь. Так, подожди-ка. Давай выше поднимемся. Вот у нас есть... Да, вот у нас... Это, я так понимаю, типа моря, наверное, скорее всего. Либо большие озера. Ну, вот это, наверное, скорее всего, море. Можно опуститься к вот этому великолепному вулкану, действующему, наверное. Ну, здесь довольно-таки, я смотрю, пустынно. Ага. Это у нас... Здесь у нас на этой стороне уже закат, видимо. Ух ты, классно. Посмотри. Три луны, да? Три луны. Ну, это, конечно, да. Карликовые луны. Умеренные астероиды. Можно сравнить с Фобосом и Деймосом, наверное, на Марсе. Небольшие луны. А где у нас вода? Вот она у нас, вода наша. Так, стой. Немножко замедлим. Да, я уже над водой. Над морем. Видно даже, как плещется вода. Какие-то маленькие камушки видны. Прикольно, классно. На фоне вулкана, я думаю, вот этого... Заход солнца, наверное, за горизонт будет классным. Давайте ускорим время чуть-чуть. Немножко ускоримся. А, понятно. Здесь у нас восход. У нас восход здесь, на этой стороне планеты. Здесь у нас восход. Ясно. Ну что ж, давай тогда дождемся заката, наверное, звезды. Да, здесь время... Не как на земле, 24 часа в сутки. Здесь время 48 часов. С половиной, наверное, где-то приблизительно. Идет день. Ну, давай, давай, давай. Побыстрее ускоряйся. Вот, отлично. Сейчас будет, наверное, красивый закат. Конечно, на фоне... На фоне вот той большой горы, наверное, это было бы классно. Посмотри, какой красивый закат. Кстати, звезда у нас красный карлик, если я не ошибаюсь. Не белая звезда. Что можно увидеть на ночном небе этой планеты? Какие красоты. Жду не дождусь, друзья, когда в Space Engine хотя бы внесут, знаешь, статичные какие-нибудь элементы жизни. Ну, допустим, каких-нибудь статичных зверей, статичные деревья, статичные животные. Ну, что-то в этом роде. Чтобы это смотрелось наиболее как-то оживлённей, наверное, на других планетах с жизнью. В принципе, ничего красивого, ну, кроме, конечно, нашего Млечного Пути. На ночном небе этой планеты я не вижу. Ну, в принципе, да, мы как бы находимся не рядом с какой-то туманностью или ещё с чем-то. Не рядом с шаровым скоплением. Но, конечно, здесь довольно-таки, я скажу, звёздное небо. А, подожди-ка, стой. Плеяды. Ну, мы, кстати, намного ближе находимся к Плеядам. Расстояние 298 световых лет до Плеяд. Плеяды здесь, да, смотрятся намного больше, чем на земле. Так, подожди, ладно, хорошо. Дай-ка я ещё... Так, улечу с поверхности. Я всё-таки хочу найти какую-нибудь реку и посмотреть там... на, короче, рядом с ней на все красоты поверхности. Потому что я заметил, что рядом с какими-нибудь каньонами, где течёт река, поверхность смотрится колоссально. Может быть, я, конечно, и не увижу сейчас ничего. Так, знаешь, нам надо найти озеро. Нам надо найти озеро. Вот здесь интересный каньон, стойка. Ну-ка, подожди. Да, вот такие вот небольшие горные образования. Чем-то напоминает, знаешь, засыхающий Марс. Я так понимаю, наверное, что, скорее всего, эта планета, она в будущем, наверное, скорее всего, раз температура у нас повышена, парниковые газы в атмосфере, я думаю, что эта планета, скорее всего, скоро будет превратиться в пустынную, наверное, терру. А, вот у нас реки, подожди. Вот у нас реки. Классно, смотри, небольшое такое озеро, да, интересное. Посередине остров. Так, у нас все эти реки, ага, они впадают в тот океан, либо озеро. Так, я хочу дождаться прорисовки, прорисовки, подожди-ка. Ну, блин, я думал, прорисуется трава, но, видимо, здесь рядом с рекой ее нету. Ну, я думаю, что эта планета вполне, вполне может занимать лидерство в нашей серии двойники Земли. И я могу смело сказать, эта планета пригодна для жизни, да. Так, ну что ж, друзья, давайте рассмотрим вторую планету. Так, друзья, значит, второй кандидат на двойнике Земли. Вот такая планета РС-8496. Мы немножко отдалились от той звездной системы и совсем неподалеку нашли вот такую планету. Кстати, она тоже класс, умеренная морская, это РС-жизнь. Жизнь органическая, многоклеточная. Так, в диаметре, конечно, эта планета уступает той, которую мы рассмотрели с вами, 8900, ну, почти 9000 в диаметре. Так, масса, понятно, орбитальный период. Солнечные сутки, кстати, друзья, на этой планете. Эта планета, она всегда повернута одной стороной к своей родительской звезде. Состав у нас это вода, азот и кислород. Атмосферное давление, 2 атмосферы, блин, ну, конечно, повышено на одну атмосферу, чем на Земле, но, заметь, на той планете было, по-моему, аж 15 атмосфер. И, кстати, температура здесь 47 градусов по Цельсию. Число Лун-2. И, знаешь, что интересное самое, я сразу обратил внимание, как только подлетел к этой планете. Смотри, вот океан планеты, и классно расположено 4 вулкана прямо посреди, даже 5, по-моему, да, 6. 6 вулканов посреди этого океана. Прикольно. Довольно-таки такая у него, я смотрю, плотная атмосфера. Видишь, такой голубой прям оттенок, прям... Давай спустимся, наверное, непосредственно прямо к вулкану, наверное. Можно даже прямо, ну да, в принципе, чего стесняться. Можно прямо на поверхность опуститься. И мы уже наверху самого вулкана. Ну-ка, подожди-ка. Ну, я смотрю, он вообще, по-моему, застывший, не действующий уже. Ух ты, ах, классный работник. Разлом, смотри. Прикольно. Ух ты. Хороший вид. Кстати, да, смотри, здесь на поверхности, конечно, уже немного холоднее. Здесь 18 градусов. Но это понятное дело. Мы поднимаемся выше к небу. Так, ну ладно, здесь как бы мы посмотрели. Давай мы опустимся куда-нибудь, где есть какая-нибудь растительность на планете. Да, вот, кстати, опять русло реки. Стой, нет, не так, не так быстро. Здесь довольно-таки ровная поверхность. Я не вижу никаких скалистых образований, неровностей или еще чего-то. Хотя, если... Вот здесь вот... Нет, нет. Все-таки какая-то больно ровная поверхность на планете. Гравий, камни. А где растительность? А, вот растительность, наверное, да? Вот это будет... Да, это растительность. Смотри, вот, да, видно вот немножко. Вот трава, вот она. Да, ну что-то как-то здесь маловато травы, я скажу тебе. Подожди, где-то я видел еще, знаешь, какую розовую такую траву интересную. Вот, да, интересные такие розовые цветы здесь. Прикольно. Так, ну давай пролетим, наверное, я думаю, немножко над этой планетой. Может, мы что-то еще видим. Стой, ну-ка, а что там такое видно? Умеренный Юпитер. Ты посмотри, как классно на дневном небе, если опуститься на поверхность, видно еще одну планету родительской звезды. Смотри, если я думаю, в принципе, мы стояли на поверхности, то можно было бы наблюдать эту планету. Она, казалось бы, такой, как бы, как мы наблюдаем Луну с нашей Земли. Стой. Да, еще один теплый суб-Юпитер. Так, красный карлик. Подожди-ка, сколько у нее планет вообще? Ага. 11 планет. Вот это у нас самая большая планета этой звезды. 130 тысяч в диаметре. Теплый суб-Юпитер. Да, он классно просматривается здесь днем. Так, ну-ка давай... А, у нас же бесконечные солнечные сутки. Я забыл. Я хотел посмотреть закат. Закат этой планеты. Но мы его с вами не дождемся, к сожалению. Можно просто пролететь. Немножко над поверхностью. Давайте опустимся немножко к реке. Да, вот, кстати, вот там вот галька вроде бы хорошо просматривается в реке, смотри. Интересные камушки какие-то, да? Слушай, мне показалось, что это раковины вообще какие-то. Ракушки, да? Так, ну ладно, друзья. Давайте перелетим, наверное, к последней планете в сегодняшней нашей серии. Так, друзья. Значит, смотрите. Третья планета нашей серии. Планета РС-8496. Тоже теплая морская ТРС с жизнью. Так. Диаметр 8446. То есть, солнечные сутки бесконечные. Да ладно, боже. Как так? Состав у нас. Состав все тот же, да? Вода, азот, кислород и повышенный, я так понимаю, СО2. Температура здесь тоже повышена. 77 градусов. Число лун 5. Прекрасно. Так, ну-ка, стой. А давай посмотрим солнечные сутки. Если солнечные сутки бесконечные. Подожди-ка, давай-ка ускорим вращение планеты. Посмотрим. Нет. Ну как, солнечные сутки здесь могут быть... А, нет, нет, нет. Все-таки, да, одна одной стороной повернута к своей звезде. И, кстати, скажу одно, что... Здесь... Самая примечательная двойная звездная система. Так что, наверное, можно наблюдать две звезды на дневной стороне. Давайте остановим немножко время и пролетим, наверное, над поверхностью этой планеты. Да, кстати, посмотри, интересные такие облака. О, да ладно. Слушай, это... Мы практически находимся на ее краю. Больно яркий горизонт. Так, подожди. О, посмотри, какие шикарные облака, слушай. Ну-ка, я хочу видеть их движение. Давай ускорим движение планеты. Кстати, кажется, что они вылетают за атмосферу, да? Так-с, ладно. Давай опустимся ниже. Ну, здесь, кстати говоря... Так. Ох, очень яркое свечение. Да, две звезды. Кстати говоря, здесь поверхность, она наиболее такая, знаешь, неровная. Здесь больше каких-то скалистых образований. Не то, что как мы были на то, и она плоская, да? И здесь, по-моему, больше вот этой красной растительности. Да, вот есть растительность. Все в норме. Так, это у нас Луна на горизонте, да? Точно. А где звезды? Вот они, наши звезды. Ну, да, здесь мы, конечно, не увидим смены дня и ночи. А можем только... Свой телескоп... Могли бы наблюдать, наверное, скорее всего, две звезды. Конечно, пришлось бы одеть... Солнечный фильтр, потому что без него... Вы знаете. Можно взглянуть на звезду или на солнце только один раз в своей жизни и больше никогда ничего не увидеть. Так, ну, а давай-ка переместим стада на ночную сторону. Я хочу посмотреть на горизонте. Закат... Ну, типа закат... Двойной звезды. Так, вода. Ух, посмотри, какой он... Блин, он просто невероятный. Он великолепен. Давай немножко подальше. Давай чуть дальше. Красный такой закат, обрати, да, внимание? Ух ты, здорово. Вообще просто потрясающе, я тебе скажу. Ну-ка, стой-ка. Давай замедлим время. Красный кар... Да, вот, смотри-ка. Два красных карлика, обалдеть. Слушай, блин, ну просто шикарнейший вид, я тебе скажу. Я, конечно, не знаю, как живут организмы на этой планете на темной стороне ее. Но, наверное, они приспособились к бесконечной ночи. Но вот здесь, вот, конечно, да, закат потрясающий. Вечный закат, представляешь? Вечный красный закат. Это же, ну... Я даже представить себе не могу. Классно, согласись? Ладно, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свою серию. Всем, кому понравилось, обязательно жмите лайк, пишите комментарий, и подписывайтесь на канал. И помните, друзья, космос и вселенная бесконечная, и мы только начинаем путешествие в нем. Все, друзья, наверное, на этой прекрасной ноте, и на фоне такого шикарного заката двойной звезды, я буду заканчивать наше первое путешествие. Друзья, всем пока, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok